Привет, ребята! Это Madcore и курс Control Paint. Надеюсь, что вы помните это изображение, потому что именно на этом мы закончили наше вчерашнее занятие. Это манекен, который нам нужно будет украсить деталями. Как вы видите, эскиз выполнен голубым карандашом, чтобы мне и вам было легче отличить начальные линии наброска от финального варианта рисунка, который я буду делать при помощи серого карандаша TM. Во-первых, стоит оговориться, что это ускоренное в три раза видео моей работы. Когда вы работаете над деталями, время летит незаметно. Работа над деталями – это очень осторожная работа, которая иногда может приводить к тому, что изображение выглядит плоско и неинтересно. Поэтому мы так активно работали на первом этапе, создавая эскиз и делая нужные пометки голубым цветом. Это поможет оживить в изображении, даже несмотря на то, что работа с деталями кропотлива и требует много времени. Я попеременно использую то карандаш TM, то ластик, и постепенно мой рисунок становится все более и более оформленным. На этом этапе я уделяю много времени точной передаче контуров. Поэтому часто сверяюсь с оригиналом, но на самом деле важнее всего стараться передать характер персонажа. Это очень интересная часть работы. На этом этапе я редко сверяю углы и пропорции с оригиналом, и не только потому, что у меня большой опыт, но и потому, что я опираюсь на ранее созданный контур. Все проблемы и ошибки, которые я мог совершить, были исправлены на этапе создания наброска. Поэтому сейчас я могу не беспокоиться о пропорциях и углах, а заниматься созданием деталей. Я знаю, что все пропорции в порядке, поэтому я могу спокойно заниматься разными крутыми мелкими элементами. У вас может возникнуть вопрос, какой смысл было рисовать одно и то же два раза? Ну, первый этап создания эскиза – это что-то вроде подстраховки от неудачи. Этот этап помогает мне сэкономить время. Видео моей работы ускорено, но я уверяю вас, работа была бы достаточно продолжительной. Но если бы я каждый раз был вынужден сверяться с тем, верно ли переданной пропорции, у меня бы ушло еще больше времени. Вместо этого я просто работаю над следующим этапом рисунка. Представьте, каково было бы мое разочарование, если бы мне пришлось стирать кусок тщательно прорисованной кольчуги из-за того, что она неправильно расположена на рисунке. Итак, еще раз, предварительный эскиз – это залог вашего успеха. Как вы могли заметить, я работаю то тут, то там, но вообще нет никаких строгих ограничений на счет того, откуда вам нужно начинать работу. На ранних этапах важно сосредоточиться на общей форме объекта. Но вот на стадии создания деталей я могу начать работу в любом месте. Контуры объекта уже созданы, поэтому если мне хочется поработать с носом, то я так и делаю. Если мне это наскучит, то я могу поработать над чем-то другим. На этапе работы я чувствую себя очень расслабленно, слушаю музыку или аудиокнигу, так как я работаю на автопилоте. Я работаю над деталями, и вся основная работа, все основные проблемы уже были решены. И хотя эта часть работы может показаться очень трудной и требующей высокой концентрации, именно ее я считаю самой легкой и приятной. В определенный момент вы поймете, что ваша работа закончена, когда именно зависит от того, какие требования предъявляются к рисунку. Иногда рисунок должен быть детальным и полностью оформленным, иногда нет. Но в итоге я надеюсь, что вы уловили идею конструирования формы, начиная от простых трехмерных объектов и заканчивая добавлением мелких деталей. Мышление и работа в таком ключе – это путь к успеху и огромная экономия времени. Спасибо за внимание. Желаю вам приятной работы.